Меня зовут Артём. Я рад приветствовать вас на очередном выпуске вебинаров «Золотого века». Сегодня у нас в гостях один из самых старших вайшнавов в московской общине, человек, много лет отвечающий за развитие Харина в Москве, Кришнадас Кавирадж Прабу. Рекришна, Кришнадас Кавирадж Прабу. Добрый вечер. Дорогие вайшнавы, сегодняшний наш регламент таков, что в течение некоторого времени Кришнадас Кавирадж Прабу раскроет тему сегодняшнего вебинара. которую мы озаглавили как «Как превратить Харинаму в городской праздник». И после этого мы перейдем к блоку ответов на ваши вопросы. И вы можете задавать свои вопросы в чате на нашем канале на YouTube, а также написав их нам в Skype, vedic.webinar. Если вы не хотите ждать очереди, вы можете позвонить нам в Skype, и тогда мы немедленно озвучим ваш вопрос. Ну что ж, я передаю слово Кришнадасу Кавирадж Прабу. Спасибо. Итак, мы хотим, чтобы те Харинамы, которые мы планируем организовывать, чтобы эти Харинамы, эти праздники, они были восприняты широкой аудиторией, и чтобы вайшнавы могли действительно вот как бы в умах или в мышлении, или в представлении, допустим, вот широкой аудитории простых москвичей, чтобы это были люди, которыми можно восхищаться. То есть это задача, которую мы должны с вами выполнить. Ушли те времена, когда люди восхищались там басыми преднами, которые танцуют на снегу, какие-то шумные такие действия. Ну, были такие времена, и, в принципе, как-то это нормально воспринималось, но времена меняются, и мы должны отвечать в соответствии с временем, местным обстоятельствам, те проповедческие действия, которые мы делаем, совершаем, они должны соответствовать уровню восприятия людей. Иначе, если мы даем что-то большего, то, что люди не могут переварить, не могут усвоить, на самом деле это называется девятым оскорблением святого имени, проповедовать славу святого имени, раскрывать славу святого имени неверующим людям. Ну, я хотел больше уже, ближе к делу, потому что времени немного. Тот семинар, который мы давали, там, за 4-5 часов, там, за 2-3 занятия, я должен дать, вот, каким-то образом, за 45 минут. Поэтому я постараюсь коротко и, насколько можно ясно определить, что хотелось бы, как бы, да. Очень многие предные сейчас видят, что Харинама хорошо воспринимается, и, в общем-то, это не какое-то такое, ну, то есть, это действие, которое можно совершать. Предные могут вполне организовывать, не только Кришнадас Кавираж может этим заниматься, могут делать и другие вайшнавы. Но для того, чтобы действительно это делать квалифицированно, или, как бы, это делать так, чтобы люди восхищались вайшнавами на улицах Москвы, необходимо, чтобы лидером такой группы Харинама был, по крайней мере, человек на уровне Матхья Матхикари. Матхья Матхикари понимает, он понимает аудиторию, и он в соответствии с аудиторией, он реагирует, как бы, на ее запросы, на ее восприятие, как бы, да, это человек, тонко понимающий другие живые существа. Матхья Матхикари – это тот, кто знает, что есть Бог, что есть также преданные, и что преданные тоже бывают разные, что есть старшие вайшнавы, что есть младшие вайшнавы, что со всеми одинаково вести неправильно, как бы, да, что есть также и другие живые существа, которые живут вне общества вайшнавов, и что эти живые существа тоже бывают разные, как бы, да, Есть невинные люди, есть уже утвердившиеся в каких-то своих воззрениях, есть агрессивные очень люди, да, и с этими тоже живыми существами по-разному надо все вести. И вот такой человек, который вот комплексно вот эти все вещи понимает, да, и поэтому очень важно, чтобы человек понимал, перед какой аудиторией он находится, где он находится. Одно дело, когда вы здесь в Москве, допустим, да, здесь очень хорошо воспринимается Харинама, ну, долгое время мы работали, изучали все это в аудитории, там, как люди воспринимают, на что они реагируют позитивно, на что они реагируют негативно, как бы, да, мы все это учитывали, и вот в соответствии с этим выстраивали наши взаимоотношения с этой аудиторией. И постепенно, постепенно мы видим, что и полиция, и администрация, несмотря на то, что у нас нет никаких возможностей и шансов, как бы, сейчас, на данный момент, в ближайшие, наверное, десятки лет, никакой возможности нет делать это официальным образом в Москве, да, потому что сколько мы ни пытались с Махабаларамой это сделать, бесполезно, прям впрямую говорят, нет, вы не будете, не сможете этого сделать. И там до судов доходило, и, в общем, и мы проигрываем все равно, хотя все на нашей стороне, мы проигрываем эти суды. Ну, то есть, не получается этого сделать, но, тем не менее, мы видим, что мы продолжаем петь, как бы, да, и люди нормально реагируют, и полиция, и администрация, и мы поем, и ничего, нормально, как бы, да, и они, в принципе, показывают нам, что вот так нормально, так хорошо, мы так вот следуем таким негласным, как бы, таким вот признакам определенным, по определенным признакам мы понимаем, что можно, как бы, это делать, да, что это можно делать, что это не запрещено, но вот официально, как бы, да, это будет раздражать какую-то большую аудиторию, с которой ни администрация, допустим, города, ни полиция, ну, не хотела бы иметь конфликтных каких-то ситуаций. Ну, сложно об этом говорить, надо просто понимать. И вообще, сам-то праздник сделать-то нетрудно, это же каждый, даже, там, первоклассник, это может понять, что такое праздник, правильно, да? Праздник – это просто вот красочное что-то, это что-то очень красивое, что-то очень торжественное, что-то музыка, что-то танцы, что-то очень красивая вещь, которая доставляет радость, да? Если мы в России, как бы, да, это вот, ну, праздник вот такой должен быть, как бы, да, может быть, там, баян – это российская, как бы, такая вот, такой музыкальный инструмент, ну, как бы, люди это поймут нормально. Если мы там, допустим, в Башкирии или где-то в какой-то, в каком-то другом городе, допустим, вот, с мусульманским таким уклоном, там, совершенно по-другому надо делать, да? На Кавказе, там, по-третьему, вот, где-то в глубинке, там, или, там, в Красноярске, там, по-другому, там, другие люди, другой менталитет, другие реализации, другая культура, может быть, да, до какой-то степени. Поэтому, естественно, как бы, Харинамы, они, ну, будут по-разному организовываться. И вот Матхиаматхикари, он может увидеть, как бы, да, вот, нюансы, тонкости в данной местности, как люди это воспринимают. И, конечно же, мы должны это сделать так, чтобы, вот, задача в чем заключается? Задача заключается в том, это ваша, это, как бы, будущих руководителей групп Харинамы, это, вот, задача, которую я ставлю, да, чтобы люди смотрели на вас, восхищаясь. То есть, вот, где бы вы ни делали, вы должны сделать так, чтобы люди, кто бы ни смотрел на вас, кто бы ни наблюдал за вами, чтобы у них внутри возникала гордость. И чтобы со временем они говорили, весь город говорил, что, вот, в нашем городе есть вот Кришнаиты, есть Вайшнавы, и вот они вот удивительные люди. Мы очень, как бы, а у вас есть Харинамы, вот у вас там, допустим, там, в Бишкеке, а вот у нас, как бы, да, вот, в Казани есть. И, ну, чтобы вот такие чувства, как бы, да, мы бы вызывали, да, у жителей этих городов. Вот. И сделать-то праздник не так, не так-то сложно. Красочно, весело, наряды какие-то, вот, ну, красивая музыка, да. Ну, вот есть, на чём мне бы хотелось больше, чему больше мне хотелось уделить внимание, это тому, чтобы преданные могли это делать десятками лет. Вот, вот тогда в этом есть смысл. Тогда эти праздники, которые устраиваются, там, человек, допустим, занимается этим 10, 20, там, 25, 30 лет, как бы, да, вот тогда это действительно начинает проникать глубоко в культуру, как бы, да. Если мы, ну, мы видели, допустим, уже такие варианты, когда преданные, там, 2-3 года, как бы, да, вот от силы они делают, как бы, да, что-то, потом вдруг у них исчезает какой-то интерес, вот они не могут в этом разобраться, оставляют это служение. И потом их по страхам смерти не заставишь заниматься организацией Харинам, то есть, вот настолько они какие-то, ну, определённые ошибки совершают, и они не могут найти, найти в чём, как бы, да, эта ошибка заключается. Наша задача заключается в том, чтобы дать понять вам, что, как бы, можно делать неправильно, и как сделать так, чтобы вас постепенно, не сразу, как бы, но начали воспринимать позитивно люди и вот аудитории, которые наблюдают за вами, аудитория, к которой мы обращаемся. Вот, и первое, с чего бы я хотел начать, надо определить, кто наблюдает за нами, кто за вами наблюдает. Мы этот, этот семинар давали, и, в общем-то, там очень большие аудитории, ну, там около десятка, полтора десятка различных аудиторий, там, это прохожие, это полиция, это администрация, это ФСБ, это органы власти, там, это, ну, кто ещё там, я не знаю, там, музыканты, это, это те люди, которые там работают, ну, к примеру, Арбат, да, это все вот эти лавочки, все вот эти магазины, люди, которые там в этих ресторанчиках кушают, как бы, да, также жители этих домов, которые там живут, и, вот, администраторы всех этих заведений, все они наблюдают за нами, там, ну, очень большая аудитория, и пенсионеры там есть, и просто молодёжь там тоже есть, и музыканты там есть, и художники там есть, в общем, всё, огромный букет, как бы, различной аудитории. Но надо понять, надо понять, на какую же, с какой же аудиторией нам важнее всего контактировать, то есть, кто же это такие. И мы сейчас не будем дискуссию устраивать, у нас нет такой возможности здесь делать, я просто прямо скажу, что это две основные аудитории, вот это надо понять. Первая аудитория это Вайшнавы, старшие руководители общины, вот, это те, кто может повлиять на то, будет ли Харинама, или её не будет, то есть, вот так. И вторая аудитория это полиция, там кто-то предполагал, что, может быть, это ФСБ, может быть, это администрация, допустим, этого района. И я вам сейчас, я сразу скажу, что эти люди, они, ну, как бы, они не видят нас непосредственно, непосредственно с нами на улицах не общаются. Они просто могут слышать что-то и интересоваться потом, но куда они идут интересоваться? То есть, если, к примеру, там, кто-то интересуется, да, вот, что это такое вот тут за люди, вот, какие-то Харе Кришны тут вот что-то ходят, да, куда они обычно идут, если администрация города? Ну, кто, кто непосредственно из их доверенных людей, как бы, да, вот, те, кто близки администрации, да, вот, кто из них ближе всего общается с этими? Похоже, полицейские как раз. Да, полиция. Полиция, это как раз та служба, которая знает, что где происходит, они непосредственно, как бы, видятся, непосредственно они соприкасаются с этими людьми, поэтому полиция. Если там каким-то органам безопасности надо узнать, кто, кто кем является, да, вот, ну, кто, кто это такие люди, вот, что это за Кришна это, куда они идут? Они идут в полицию и говорят, вот у вас тут на территории, вот, есть люди, которые там поют, кто это такие? И вот как эта аудитория, как полиция представляет нас, да, администрация тоже интересуется, а что это у вас там, вот, ну, кто-то поет, там, кто это такие, да, и обычно полиция отвечает. Вот от них, от того, как они будут отвечать, будет зависеть, будете вы там находиться или нет. Если вы рассчитываете только на то, что у вас будут какие-то официальные уведомления, эта идея, как бы, подтверждается так же, Бхактивидан Садху Махараш говорит, если вы только, как бы, рассчитываете, то, что у вас будет какое-то официальное разрешение от органов и властей, вот, и вы не пытаетесь, как бы, строить взаимоотношения, а не просто этой бумажкой, как бы, так вот, ну, как бы, тыкаете в нос тем, кто ее смотрит, да, то вы очень скоро разочаруетесь, потому что администрация меняется каждые четыре года, да, руководство меняется, там, погода может измениться, сегодня вам давали такие разрешения, завтра вам могут не давать, или там, ну, куча препятствий может возникнуть. Ну, это не то, что мы хотели бы здесь, в Москве. Если, если просто только на этом зиждется, да, то это означает, что вы недолго будете успевать. Но если ваши доверительные взаимоотношения вот с этими двумя основными аудиториями хорошо налажены, если вам доверяет полиция, если вы адекватные люди, если вам сказали, допустим, вот сегодня не надо, да, почему не надо? Ну, потому что здесь вот будут, как это, там, шествия, действия, как бы, чтобы не было, как конфликтной ситуации, да, вот, вы можете нормально отреагировать, понимая их прекрасно. В чем сложности? Сложности преданных, которые начинают развивать харинамы, они не могут понять, почему полиция, она запрещает им, допустим, в какой-то, на какой-то территории воспевать святые имена. Почему они, как бы, то есть, нет вот этого понимания, не могут глубоко проникнуть в их потребности. Преданные думают, ну, это демоны просто, ну, что, понятно же, правильно, да, демоны, они всегда не хотят, чтобы там что-то воспевать. Ну, нет, я вам скажу, там конкретные есть причины тому, что вот к вам кто-то подошел и кто-то что-то говорит. Конкретные есть причины. Если полицию никто не беспокоит, как бы, да, и вы поете мирно и красиво, и людям это нравится, ну, кому надо вас закрывать вообще? Нет никакой нужды. И если вы это делаете регулярно, стабильно, уже, там, десятками лет, почему я говорю, что очень важно, чтобы стабильность была на протяжении десятков лет, тогда вас узнают в лицо, вот, допустим, как нас на Арбате. Мы уже там здороваемся за руку, там, Петр Иванович, там, они на меня Кришна даст, там, ну, они уже знают нас в лицо всех, как облупленных. Поэтому мы там десятки лет, уже 15 лет, и никаких вообще претензий нет. Но вот очень важно понимать, кто это такие, почему, как бы, да, они могут препятствовать развитию хренов. И в основном это аудитория, полиция. Потому что, почему, как бы, да, почему вайшнавы, старшие руководители, ятор, допустим, да, они тоже иногда не хотят, чтобы проводились хренов, потому что видят, что люди, которые занимаются организацией, они еще на очень, ну, на достаточно низком уровне находятся, они новички, не умеют общаться, не понимают, кто перед ними. И поэтому возникают конфликтные ситуации, возникают какие-то суды, там, штрафы на общество налагаются. Просто конкретные такие вещи. Они поэтому не хотят, в общем-то, чтобы это, ну, эти беспокойства у них были. Видят, что не могут решать вопросы еще преданные. И поэтому они, глядя на вас, они думают, нет, лучше, пускай хренов не будет, потому что, ну, мы будем терять, реально, как бы, деньги, будем терять репутацию, и там еще плюс к тому все это копится, все эти нарушения, да, и они могут потом саккумулироваться, и нам могут выставить, просто сказать, что вы, вот, на самом деле, в нашем счету незаконопослушная такая вот, как бы, секта, да. Поэтому есть такое опасение, и поэтому руководители общества порой, как бы, из-за этого не хотят, чтобы проводились хренов. Не просто, что они вот такие вот, ну, а просто, ну, знаете, вот, иногда что-то произойдет, да, а юрист наш, а их немного, как бы, да, на весь Оскар, на всю Россию, как бы, один, да, и он ночами не спит, ну, а там жена, там дети скоро будут, там, знаете, психологически очень сильные нагрузки, как бы, да, и человек может не выдерживать таких больших напряжений. Ну, поэтому мы должны очень понимать вот эти вот, вот эти вещи, да, и стараться понять руководителей нашего общества, почему они этого не делают, и стараться устраивать так хреново, чтобы со стороны администрации и полиции не было никаких нареканий. То есть это надо делать с большим пониманием. И я бы уже перешел к конкретным, допустим, каким-то у нас по времени. Есть еще, да? Да, есть, конечно. Хорошо, уже к конкретным каким-то рекомендациям. Мы не будем тут, ну, как бы, я просто скажу, что, допустим, беспокоит полицию, да, что беспокоит полицию, чтобы вы понимали этих людей, это наша аудитория, о которой мы должны заботиться, это не демоны какие-то, которые вот, ну, просто спят и видят, вот, как бы, там, Кришну погубить, как бы, да, и всех вайшнавов. Это нормальные люди, которые хотят спокойно жить, без проблем, у них и так у полиции проблем хватает, как бы, да. И тут еще вот появляются Кришнаиты, и они тоже там что-то такого делают, что им постоянно звонит кто-то там и говорит, уберите их, пожалуйста, вот они шумят, вот они там это сделали, это сделали. И они вынуждены, как бы, вот, напрягаться, да, из-за того, что вот что-то делается не так. И мы посмотрим, в чем же, в чем же потребности, как бы, да, вот этой аудитории, которая считается одной из главных, почему даже и старшие вайшнавы, как бы, не хотят, потому что полиция беспокоит, они не хотят, чтобы преданные были. Вот, первое. Что беспокоит полиция? Вы, может быть, и не знаете, что происходит с ними. Они вам об этом не скажут. Но если к вам подошел человек и говорит, что вы здесь больше стоять не должны, это означает, что кто-то его послал, что кто-то, ну, на кого-то, ну, как бы, кто-то повлиял. То есть так просто, они не подходят. Если все нормально и все довольны, никаких проблем нет. А вот то, что мы не замечаем, это просто кто-то позвонил по телефону, какие-то местные жители или эти или те люди, которые там работают, как бы, да, и они просто обеспокоены тем, что происходит. И поэтому они звонят в полицию и просят, чтобы убрали. Потому что беспокойство. Приносят. Вот в этом, вот в этом звонят мысли местные жители с просьбой прекратить Харинаму, да. Если им не позвонят, они не придут. Вот поэтому здесь надо работать с местными жителями. То есть вот эта аудитория, хотя она не является, мы ее не выделили как основной территорией, ну, аудитория, да, но в основном, чтобы полиции никто не беспокоил, надо работать вот с этой аудиторией. Надо очень, ну, как бы, надо всегда отслеживать, как воспринимают нас жители. Как воспринимают вот те люди, которые живут в этих домах, домах. Как воспринимают те продавцы, люди, которые там вот ходят, прохожие, да, как они нас воспринимают. За этим за всем надо очень хорошо следить. То есть человек, руководитель должен быть очень квалифицированным. Надо попытаться понять причину их недовольства, почему они звонят в полицию, да. Чтобы эта аудитория, чтобы жители этого района, чтобы те, кто там работает, чтобы прохожие, чтобы были довольны, пожалуйста, делайте это красиво. Это так, чтобы им это нравилось, чтобы ваше, как бы, действие было достойно восхищения. Это праздничное мероприятие должно быть, торжественное. Вот таким образом мы проявляем заботу о местных жителях и работниках. Индия – это другая страна. В Индии там мы можем просто шуметь, там, греметь, прыгать на пять метров, там, падать, как господь Чайтанин, и все будут в восторге, понимая, что люди в их стадии. Можем эмоции там такие проявлять, там, просто вот слезы могут литься, там, я не знаю, там. И нормально, люди это поймут, они даже как-то вдохновляются. Но если мы здесь начнем такие оргии как бы устраивать, проявлять там Кришна Прима Киртана, да, то люди этой аудитории, они вряд ли это смогут понять. Поэтому мы стараемся это не проявлять на улицах. Это можно делать в храмах, это можно делать на праздниках, да, в каких-то там, где вайшнавы, там, где нас поймут. Но на улицах вот таких вещей делать нельзя, потому что обязательно как бы найдутся люди, которые просто перепугаются этого всего. И они обязательно позвонят в полицию, как бы, да, вот этого отделения, где вы непосредственно выступаете. Поэтому должно быть все очень красиво, очень торжественно, очень понятно для людей. Поймите их просто, они, ну, не готовы они еще вот пока видеть, что вот предные там они оргии, ну, какие-то такие громкие шумки, шумные киртаны как бы устраивают, там, грохот там такой. Вот, следите за громкостью и качеством звучания голоса и музыкальных инструментов. Мы используем звукоусилищую аппаратуру. У вас должен быть звукорежиссер, квалифицированный человек, который понимает, как люди воспринимают звуки. То есть это люди, которые, ну, хоть немножко обучались там чему-то, это музыканты должны быть, ну, то есть какие-то люди, сведущие в этих вопросах. Не надо делать слишком громко, потому что, ну, есть люди с таким тонким слухом, что их просто так сильно режет, как бы, да, что просто больно, реально как больно людям. И они поэтому могут очень сильно расстраиваться и позвонить просто в полицию с гневом там, вас почернить, так могут так вас представить, что они приедут туда, там, ОМОН вызовут, как бы, да, вас с автоматами заберут. Пока, если кто-то не позвонит, никто особенно не будет там ничего делать. Вот. Следите за громкостью, за качеством звучания. Ну, то есть певец должен попадать в ноты, как бы, да, ну, певец должен быть квалифицирован. Ну, то есть это должно быть приятно для людей. Людям должно приятно. Например, если вы сейчас вот в Москве запоете, ну, какие-то классические киртаны, к примеру, да, люди русские, они, ну, то есть, если что-то не русское, то это, ну, вот как люди воспринимают? Это чужое. Не, а вот конкретно? Негативно. Ну, это что-то вот мусульманское. Мусульманское, оно что-то вот как-то сразу пугает людей, понимаете, вот ИГИЛ там разные, ну, что-то такое, маджахед, ну, что-то такое, да. И это сразу приводит их к беспокойству, то есть, радость не доставляет. Часто вот, ну, как бы, они не разбираются в этих тонкостях музыкальных, да, но если что-то индийское такое звучит, им кажется, что это вот что-то не наше, да, не наше, сразу это, как бы, праздник уходит, да. Люди начинают пугаться. Они вот, ну, надо, чтобы человек, он так же понимал в музыкальном искусстве, в культуре, в творчестве каком-то, да, это можно, как бы, индийский, если вы там, допустим, устраиваете какой-то праздник, допустим, да, вот у вас стоит Харинама, поет, потом вы останавливаетесь и представляете, допустим, индийские танцы, да, это может быть такой мини-фестиваль на улицах, да, и вы включаете там индийскую музыку, людям это понятно. Ну, то есть, в каких-то моментах они понимают, а в каких-то нет. Если просто русский человек запел, который не умеет, как бы, индийские песни петь, да, это может выглядеть очень так, ну, совершенно непонятно, да. Поэтому учитесь петь, разбирать, пытайтесь разбираться в этой культуре, как бы, да, и следите за тем, как люди воспринимают. Порой преданные, они не обращают на это внимания, думают, ну, вот мы будем петь святые имена, да, и мы будем просто Кришну удовлетворять. А как аудитория нас воспринимает? Нас и нам это вообще по барабану, они как говорят. По барабану, просто для Кришны будем петь, да, не обращая внимания. Вот таким образом они совершают, как бы, джива-химсу, джива-парадху, да, неуважительное отношение к живым существам, и у них после экстатического, как бы, такого киртана на улице, вдруг он, как бы, не может проснуться на мангларате, и у него никакого интереса и джапа повторять нету вообще, полностью все опустилось, как бы, да, он уже не хочет хоринаму делать. То есть, даже не может понять, от чего это произошло. Просто вы кому-то доставили большое страдание. Вот, ну, надо следить за этим, ну, обращать внимание, реагировать на их присутствие, то есть, не быть вот такими невнимательными, да. Надо поздравлять их, здороваться, по крайней мере, когда вы приходите нормально так, просто здравствуйте сказать людям, да, вот, поздравляйте их с какими-то дорогими для них праздниками, допустим, вот Новый год. Нам, понятно, большинство вам, что там этот Новый год, он, вот, но людям он дорог, ну, это, конечно, кармический праздник, но мы должны понимать, что для них это дорого. Поэтому вот если в этот праздник мы что-то делаем, сделаем какой-то для них подарок, там, я не знаю, ну, палочки ароматные, там, это же копейки стоят, ну, просто вот раздайте прохожим, там, шарики вкусные, там, сделайте сладости какие-то, оберточку какую-то сделайте, людям это нравится, вот, и если ему нравится, он уже расположен к вам человек, да, это означает, что у него есть надежда, как бы, быть преданным, стать преданным. Господь это обязательно воспримет и обязательно раскроет ему, как бы, да, какие-то нюансы, там, тонкости. Поздравляйте с этими праздниками, учитывайте то, что, вот, ту культуру, в которой вы находитесь. Уважайте этих людей, не надо думать, что это корми, там, знаете, вот раньше, там, блин, да, это корми вонючие, чего мы с ними будем там еще, будем там с ними еще разговаривать, там, это неправильно совершенно. Это наши подопечья, это те, о ком мы должны заботиться. Всегда приветствуйте, благодарите их за терпение, понимание, как бы, да, вот все-таки мы пришли тут в такой одежде, да, с шикхами, лысые такие, да, люди, они немножко шокированы, но если вы русским, нормальным языком, вот, без всякой там терминологии такой, знаете, сложной, научной, философской, санскритской, да, просто скажете спасибо вам большое за то, что вы обратили внимание на нас, таких вот неординарных, на всех непохожих, да, что вы не бросаетесь, как бы, не ругаетесь на нас, что вы нас понимаете. Вот, по-русски просто что-то сказать нормально, или там вот, ну, по, я не знаю, по-узбекски, если вы там из Викистана, просто на их языке что-то сказать, чтобы они поняли, что, оказывается, так это люди же нормальные просто, просто нормальные люди, ну, вот у них такая культура. Дарите им скромные подарки какие-то, благовония, шарики, журналы, приглашайте их на наши праздники, на воскресные программы, в кафе, в конце концов, пускай попробовать тверианской пищи, просто нормально по-человечески общайтесь с этим, не раздражайте их, если появляются агрессивные люди, да, не раздражайте их, обходите стороной. У нас был такой случай, допустим, как-то, ну, с полицией у нас одно время, ну, хорошее отношение наладилось. Конечно, это все через конфликт, мы тоже не понимали, в чем как бы проблема там, почему они не хотят, чтобы мы были на Арбате. Мы каждый раз приходили, вот, каждый раз пели, каждый раз там, ну, возникали конфликтные ситуации. Конечно, в итоге назрела такая ситуация, что один полицейский, он просто стал преданных бить там ногами, там, и все такое прочее, прям прилюдно. Вот, а другой в штаб, он снял это на пленку. И получилось, что у нас есть такой серьезный компромат против вот этого человека, который так себя вел. Конечно, очень некрасиво себя вел, вот, а в то время была чистка полиции. И, ну, прокурор, он просто был в восторге, что у него такой прекрасный материал, там, как минимум лет пять. Вот, но тут же позвонили из отделения, когда они узнали, они позвали нас, и, ну, как бы на разговор, и мы просто поговорили. Вот, они представили свою позицию, там, мы представили свою позицию, в общем, поговорили, вполне нормально, и все-таки приняли решение, что не надо этого человека так жестоко наказывать, потому что тогда, ну, как бы, очень серьезные проблемы у этих людей, как бы, да, возникают, они, как бы, их начальники, да. Мы подумали, что да, может быть, так, ну, жестоко не надо, вот, они пообещали, что со своей стороны они будут обращать внимание на нас, как бы, да, они дали свои телефоны, как бы, в любое время звонить, если есть какие-то проблемы. Ну, и так потихонечку какие-то отношения у нас наладились, и мы стали их понимать потихонечку, да, вот, ну, какие у них сложности есть. Вот, однажды один начальник этого отделения на Арбате, он вызвал меня и сказал, Юра, а могли бы вы вообще не петь? Я говорю, ну, вот, Петр Петрович, это все равно, что мне сказать, а могли бы вы не дышать, да, это моя единственная радость в моей жизни, как бы, осталась, и вы мне хотите ее отнять. Он такой, ооо, и он тогда раскрывает карты. Ну, вы тогда сделаете что-то вот с той там женщиной, которая работает вот в этом магазине, ну, то есть, вы как-то с ней поработаете, потому что она мне постоянно звонит, как бы, да, и требует, чтобы вот я там появился лично перед ней, она там вот, ну, богатая достаточно женщина обеспеченная, там, и знает, у нее какие-то связи есть, там, и так далее, и она уже пожилая, там. Ну, и я вот, ну, как бы, несусь туда к ней, вот, под козырек, и вот, ну, исполняю ее приказы, и она это делает практически каждый день, и она это, и как только вы там проходите мимо нее, она сразу же мне звонит, и если я туда не иду, она просто в прокуратуру звонит, и мне прокурор звонит. То есть, я понял, в чем проблема, я говорю, спасибо вам большое, вообще, вы, вы нам просто свое сердце открыли, конечно, мы решим этот вопрос, а что, это трудно сделать, что ли, мы просто перед этим магазином просто замолкаем и проходим его мимо, а потом опять начинаем, что, нам это трудно сделать, но зато этот человек, он нам благодарен, ему теперь никто не звонит, по крайней мере, по поводу Кришнаита, да, она неадекватная женщина, ну, пожилая уже, там, не замужем, и трудно жить, как бы, да, ну, вот она таким образом, там, всех пытается гонять, всех пытается там на место поставить, ну, что поделаешь, ну, больной человек уже, да, пожилой, ну, надо просто обратить внимание, ну, и не пересекаться с ней, это же не трудно сделать, но если у нас отношений нету, если эти люди для нас, с кем мы взаимоотношения пытаемся выстраивать, если они нам недороги, как бы, да, да, мы скажем, да пошел он, как бы, да, вот мы сделаем вот так, вот все равно будем делать вот так, как, в конце концов, мы таким образом затягиваем себе вот этот, и потом мы сами не можем, как бы, выходить, нам уже не хочется этим заниматься, понимать, любить, это значит понимать, мы должны с уважением относиться ко всем этим людям, которые там находятся, и так, не раздражайте агрессивных людей, обходите их стороной, сделайте так, чтобы они у вас вообще, как будто вас нету, но на самом деле вы есть, не пойте перед этим магазином, которым там возмущается какая-то тетечка, или еще что-то, ну, всегда есть выходы из положения, всегда они есть. Второе, что может беспокоить, вот сами постовые, есть начальство, как бы, да, ну, то есть отделение полиции, а есть непосредственно постовые, которые непосредственно дежурят, как бы, да, вот на этой территории, это их территория вверена в их, чтобы на этой территории был порядок, да. Если к вам подходит какой-то постовой полицейский, да, и просит вас перейти в другое место, это означает, что, ну, вы что-то просто сделали не так. Так, я сейчас скажу, что вы сделали не так, обычно преданные совершают первую ошибку, когда они приезжают, они еще не начав в Харинаме, начинают шуметь, барабаны бить, там, колокольцы, там, в эти, в каратал извинять, как бы, да, действие не началось еще, а шум уже есть. Поэтому любой постовой, который там находится, думает, что это такое, и он идет туда, он видит, собралась какая-то толпа, молодежь какая-то странная, да, и он, пока ничего не началось, он говорит, так, все, разошлись. Он вам сказал, разошлись, и вы должны разойтись. Вы не можете начать. Если вы начнете, это означает, приедет ОМОН, вас заберут, и, как неповиновение представителю власти, вас могут очень серьезно оштрафовать. поэтому приехали на место, будьте тихо, и начните очень аккуратненько, просто так вот, внезапно, нежно, чтобы полицейские, которые там находятся, где-то вдалеке, ну, может быть, там, метров 100, или там где-то, чтобы он услышал, о, красиво, нормально, беспокойся, нет, все в порядке, как бы, людям нравится. Не шумите до того, как вы начали. Делайте, еще раз говорю, делайте Харинаму очень красивой и радостной, да, чтобы этот постовой, глядя на вас, гордился, вот, он, он подумает, он должен подумать вот так, вот, вот я здесь начальник, я здесь хозяин, как бы, да, я могу их остановить, но я не буду, потому что они мне нравятся. И начальство мое, оно вот смотрит, там же разные камеры, там все такое, да, и полиция, она наблюдает за этим, за всем, и он посмотрит и подумает, он посмотрит глазами своего начальника и скажет, начальнику понравится или нет, он подумает, начальнику понравится, значит, почему я должен останавливать, нормально, пускай будет. Если он подумает, что, ну, как бы, что-то такого происходит, что начальству не понравится, он обязательно подойдет и скажет вам, все, прекратили. Если он сказал, что прекратили, вы ничего не можете сделать. Если вы не прекратите, вас просто отвезут в ОМОН и будут судить, как за непоминовение. Делайте хоринамы очень красивые. Делайте эти хоринамы регулярно, в определенное время. То есть, хоринамы должны быть регулярны. Делайте на протяжении многих-многих лет, в одном и том же месте, в одно и то же время, чтобы они вас видели, чтобы они вас замечали, чтобы они могли с вами общаться каким-то образом. Будьте, не надо скрываться от них, наоборот, надо раскрываться, как бы, да, надо раскрываться. Существуют крупные праздники. Пожалуйста, поздравляйте их с праздником. Они люди. Поздравляйте с теми праздниками, которые для них дороги, как бы, да. Полиция также. Рассказывайте им о себе. Они в основном, как бы, да, вот, ну, откуда они знают о нас, да. Из интернета. Наберут в интернете. А там им Дворкин, очень популярный такой, да, он им рассказывает, кто такие кришнаиты, да. И они думают, ну, авторитетный человек рассказывает, значит, так оно и есть, наверное, сектанты. Ну, и так думают о нас они. Потому что кто-то сказал другие вещи. Мы специально стали, достаточно большие средства тратим для того, чтобы объяснить им, кто мы такие. Вот такие журналы стали издавать. И когда мы стали им в подарочные наборы, поздравляя с праздниками, вкладывать эти журналы, мы заметили, что они с нами даже шутить начали. Просто прикалываться начали с нами, там, улыбаться. О чем это говорит? Сразу надо реагировать. Они благодарны, им объяснили, что, допустим, у них вопрос, ну, вот почему они поют вот именно на улице, вылазят и поют на улице? Что бы им не петь там вот в Юрлово у себя там? Что бы им не петь там на этом Кусинену у себя, да? Сидели бы да и пели там. Что вот на улице-то идут? Ну, раз есть такой вопрос, ну, объясните адекватно. Вот в этом журнале как раз мы все это очень подробно объяснили. Почему мы на улицах поем? И таким простым языком, ну, потому что вот мы хотим быть счастливыми. Мы хотим быть счастливыми. А когда мы воспеваем в храме, когда мы уже попробовали того вкуса, когда мы воспеваем на улицах, как бы, да? Это уже, когда мы поем вот где-нибудь там в храме, уже не так это вкусно. Ну, то есть, высший вкус дает. И объясняем почему. Потому что Бог, Он сам приходил и показывал. И Он не где-то в храмах танцевал, а Он на улицах танцевал с людьми. Он показал, что вот так вот надо, вот это вот даст вам. И мы это попробовали, и действительно так. Поэтому, ну, как бы, счастья больше просто. А что мы можем сделать? Просто счастья больше, и мы не можем отказаться от этого счастья. Мало того, люди, они тоже испытывают счастье. Да даже сами полицейские, наблюдая за этим, как бы, они тоже испытывают счастье. Если Господь испытывает счастье, то все живые существа, как листики, как бы, да, вот, ну, на этом большом дереве, да, они тоже испытывают это счастье. И мы это чувствуем все. И поэтому, и там другие аргументы, как бы, мы приводили, тоже. Очень простым, доступным языком для людей. И другие какие-то, ну, фотографии очень интересные, да. Ну, кому неприятно посмотреть на счастливых людей, да? Кому неприятно посмотреть красивую молодежь, да? Ну, да, молодежь. А молодежь, а что она? А что она молодежь? Да они вообще, они просто, они нам нравятся, как бы они не одевались там, кем бы они ни были, они нам нравятся. Потому что они молодежь. Красивая и счастливая молодежь. Смотрите, ну, кому не понравилась эта фотография? Представляете, полиция, у них там столько проблем, столько они там со всякими бомжами, там, со всякими ворами, с убийцами, там, вот, ну, каждый день они вот общаются, и тут вдруг что-то. им такого приятного там пришло. Красивые девушки, очень красиво наряжены. Улыбки искренние, такие вот. Такой фотоальбам. Просто посмотришь, как бы, да, посмотришь, ну, смотрите. Посмотришь просто на фотографии, даже не читая ничего, просто настроение поднимается. И они очень рады, они очень довольны, они очень счастливы, что им подняли настроение. Чтобы не пришли там, не сказали, вот знаете, меня ограбили, там, как обычно к ним приходят, только нагружают их какими-то вот проблемами. А тут просто пришли люди, сделали им подарок, поздравили с праздником, поблагодарили их вообще. Кто приходит в милицию и благодарит их за то, что они выполняют такое тяжелое служение, охраняя нас от всяких там негодяев, от всяких там разбойников, бандитов. Да кто им придет? Не любит их никто. Вальшнавы должны, вальшнавы как бы они не делят людей на хороших и плохих. Они приходят и благодарят, люди выполняют очень серьезное служение. И одного даже раза, вот не надо ходить просто вот, просто прийти, а придите именно в праздник. Потому что если вы просто придете к ним, да, но они это воспримут как что-то такое предательское, опасное такое, знаете. Вот пришел человек, принес какой-то подарок, да, а что начальник скажет? Меня выгонят с работы. Да он негодяй, он меня хочет вообще подставить, да, если вы в будний день пришли. А если вы пришли в праздник на Новый год? Ну праздник так, в праздник, ну что, это же святое дело, да, подарки приносить? Ну кто, кто тебя выгонит в праздник? Кто на Новый год, ну пришли люди, принесли что-то там, поздравили. Ну это же нормально, правильно? Поэтому не надо как бы там каждый день появляться так вот, но по праздникам появляйтесь, пожалуйста, и регулярно. Вот если взяли, допустим, Новый год, 9 мая очень такой праздник хороший, мы по крайней мере, день полиции 15 ноября, мы приезжаем, благодарим их там, также привозим подарки там, рассказываем, красивые девушки с нами приезжают. Не так часто как бы туда в полицию приезжают красивые девушки, одетые в саре, знаете, вот, обычно там бомжи, какие-то пьяницы, алкоголь, а тут приезжают, и на них это праздник на самом деле, вот вы посмотрите на них, как они благодарны, как бы, и потом вам все открывается, просто если полиция, вот, звонят с администрации им тогда, если вы вот так вот лет 10 с ними вот так жили, вот так их заботились о них, радовали их как бы, да, благодарили их, да, они прониклись такой, таким уважением, мы доверим к вам, что вы их не подведете, как бы, да, вы не сделаете ничего, чтобы их уволили с работы, ну, понимаете, да, вот, ну и как вот с администрацией позволят, а вот у вас там, там кришнаиты ходят, вот, ну, что они там из себя представляют, как вот вас представят, как вы думаете? Да это наши люди, это же наши люди, то есть, ну, это все в порядке, никаких проблем нету, ну, раз это полиция говорит, по администрации говорит, ну, здорово тогда, отлично, никаких проблем нету, понимаете? И даже, можете даже, вообще надо стремиться к тому, чтобы, чтобы вообще вы перестали ходить в администрацию и беспокоить их своими вот этими уведомлениями, чтобы вы просто получили такое разрешение сказать, да пойте вы, кто вам мешает, просто пойте, или одно на год вам дали, вот, пойте, целый год пойте, все нормально. Вот к этому надо стремиться. Вот когда к вам так будут относиться администрация, полиция, да, что они, ну, не будут никак беспокоиться, видя вас на улицах, да, настолько они вас близко знают, настолько они видят, что вы люди, которые действительно праздник, какую-то радость несут людям, да, и ничего большего, никаких конфликтов, наоборот, как бы, да, и доказывайте им, что этот праздник, он принесет большое счастье всем. В следующем журнале мы наверняка напишем вот эту статью, я сейчас немножко расскажу. Мы нашли очень интересный текст, мы хотели это все показать и также, ну, написать и объяснить это, да, вот насколько этот праздник, он действительно может принести благо, как бы, да, всем живым сестам, которые живут в этом городе. Это текст из Падмапурани, цитата из Харибхакти Судхадая, 20 глава, 68 текст. Нрития это танец, то есть речь идет о танцующих преданных, это о Харинаме идет речь. Вот танцующие преданные, которые танцуют на земле, по земле, не просто дома, а по земле. Вот они, прабоддья бхумер дешо дридгам. То есть обращается человек, вот тот, кто этот текст произносит, он обращается к раджан. Бахуд дхот сад дьяте раджан. Он обращается к царю, о царь, когда преданные господа танцуют, шаги их сокрушают беды земли. Там, куда направлены их взгляды, когда они танцуют и поют, рассеиваются все неудачи. Вот так вот преданный танцующий посмотрел куда-то, да, и в этом направлении... Карма изменилась. Воскинутые к небу руки разрушают неблагоприятное влияние планет. Вот Сатурн появился, да, и все, он там где-то в доме, там что-то, астрологи не знают, что-то он там портит жизнь человека. Просто выходите, успеваете со всеми, и все, Сатурн как бы прекращает свое влияние. Кришна ему говорит, так, все, прекрати. Я тут хозяин. И так можно выйти из подпланетной зависимости. Практически как бы карма людей останавливается. Это вот такие благоприятные вещи приносит этот праздник. Просто мы еще об этом не сказали администрации города. И там таких людей много, которые склонны как бы к этому доверять. То есть вот эти вещи надо доносить до людей. Объяснять, разъяснять таким доступным, понятным языком. Это называется забота. Ну, давайте мы еще, значит, то, что постовые, да, они бывают. Не шумите перед началом. Начинайте внезапно и нежно, чтобы ему понравилось. Делайте Харинаму очень красивой и радостной. Приходите регулярно к ним в определенные крупные праздники с адекватными для них подарками. С адекватными для них подарками. То есть мы приходим с фирменными там тортиками, да. У нас есть фирма Малека. Ну, если вы что-то там сами будете готовить, ну, это может не восприняться нормально. Вот если, ну, если там будет какой-то лейбл, да, или что-то такое фирменное, да, вот они тогда, ну, могут принять. Поздравляйте их и поблагодарите их за служение. Не будьте назойливыми, приходя каждый раз или беспорядочно. Сделайте это в празднике именно. И третье. Вы незнакомые. Вы незнакомые им молодежное формирование. То есть они вас не знают. Вы ничего не сделали, чтобы объяснить, кто вы такие. Вот поэтому, что надо делать? Проводите регулярно ваши действия, да, праздники Харинамы. Сначала будут проблемы. Это просто сто процентов. Даже вообще не думайте, что будет все хорошо. Особенно, если вы первый раз в каком-то месте воспеваете святые имена. Это сто процентов, как полиция приедет, она вам запретит. Ну, вы там попоете. Может быть, вы сможете, как бы там пару часов попеть. Ну, скорее всего, полчаса попоете, и потом соберетесь и уедете. Но не расстраивайтесь, едьте туда еще. На второй раз он уже вас знает. И он понимает, что все нормально. Они отреагировали нормально, ничего там не капризничали. Он даст вам попеть часок. Но потом опять подойдет и скажет, потому что начальство, как бы, оно может быть недовольным. И он же не хочет, чтобы вы уволили, правильно? Поэтому он подходит и говорит, идите в другое место какое-то. Ну, он вам сказал, идите в другое место. Ну, пойдите в другое место, какие проблемы? Ну, не надо его там, знаешь, вот кто ты такой, покажи документы свои. Сказал, ну, а куда? Ну, вот туда. Ну, и туда и пойдите. То есть, во-первых, он почувствует, что вы действительно адекватные люди, вполне, как бы, да? Во-вторых, он почувствует, что вы не хотите его подставить, что вы не хотите его, ну, чтобы его уволили с работы. Он это оценит высоко. Пойдите туда, а там уже не его территория, там уже территория другого полицейского. А пока он придет, пройдет еще полчаса, как бы, да? И вы попоете. И он подойдет, скажет, так, прекратили здесь, ну, а куда нам идти? Он скажет, ну, пойдите туда, ну, пойдите туда, ну, какие проблемы? И так вы пропоете два часа. Вот. И полиция будет, в принципе, о вас неплохого мнения, да? Ну, они познакомятся хотя бы с вами. И делайте это красиво. Праздник должен быть, да? Ну, в эти подарки вкладывайте для них журналы, харинамы. Вот об этих журналах, вот, они сейчас есть, и мы, ну, мы готовы высылать, как бы, да, вот администрации или руководителям вашего общества высылать для того, чтобы вы могли администрации давать это просто. Чтобы они знакомились, ну, что это за такие кришнаиты, кто это такие? Ведь у них там, ну, наполненность-то какая, вот, ну, там кто-то из интернета, там, просто им такого наговорил, как бы, да, что они вот сидят и боятся вообще. Кришнаиты – это какая-то жуткая, страшная секта для них, да? Ну, придите, объясните, как бы, да, что вот мы, вот мы сами о себе говорим, вот мы кто такие, вот мы чем занимаемся. И вот такое благо это будет приносить людям, как бы, да, и вам тоже, в том числе. Сделайтесь для них важными, уважаемыми людьми. Будьте опрятны, красота спасет мир. Самое сильное оружие Господа Чайтания было… Красота. Красота. Поэтому будьте красивыми. Не просто артистами, а будьте… Не просто шоу, как бы, устраивайте. Что значит шоу? Что мы нарядились красиво, ничему не следуем, рано не встаем, принципам не следуем, джапу не вычитали, и мы воспеваем святые имена. Вот это называется артисты. Надо всем уследовать, надо быть достаточно дисциплинированным в духовной жизни, наполненным внутренне, повторять святые имена, следовать Шиле Праупаде и воспевать святые имена. Вот такое воспевание святого имена, даже если вы красиво наряжены, вы красиво поете, вы красиво танцуете, это не будет уже артистизмом. Это уже не будет, что вы просто артисты какие-то. Нет, вы уже серьезные вайшнавы. И это повлияет на всю вашу аудиторию. Если вы строги в своей духовной жизни, то люди, они будут это воспринимать серьезно. И если вы не следуете ничему, то и ничему их тоже не научите. Они будут привлекаться, но они будут обмануты в конечном итоге. Ну вот, об этих вещах я хотел сказать. Ну что ж, спасибо вам большое, Крешнадорский врач Прабу, за ваш увлекательный, интересный рассказ. Ну, я думаю, мы сейчас продолжим общение с нашими зрителями, которые задавали вопросы к этому эфиру. Так, дорогие друзья, мы переходим к блоку ответов на ваши вопросы. Напоминаю о том, что вы можете оставить свои вопросы на нашем канале на YouTube, на странице с нашей трансляцией. Задавайте их в чате. И также пишите нам в Skype, vedic.webinar, или звоните по нему. Итак, первый вопрос задал Андрей Еременко. Возможно, вы уже ответили на него в течение своего рассказа. Но, тем не менее, как налаживать контакт с полицией, чтобы не было проблем? Может быть, какие-то еще практические шаги? Ну, я уже об этом сказал, что особо что-то проповедовать им не надо. Надо просто дождаться какого-то праздника крупного. Особенно они, конечно, оценят, если вы придете 15 ноября, это день полиции, день милиции. Если в этот день поздравите, они, конечно, оценят вас, что люди думали о нас. Они как-то хотели нас уважить. И, конечно же, не надо ничего проповедовать, просто принесите что-то вкусного им. Палочки ароматные, кстати, они так сильно уважают. Мы приходим, приносим им тортки, подарки, просто к чаю. Не то, что мы покупаем их. Просто к чаю хотим, чтобы вы же тут сидите голодными. Съешьте тортик, покушайте. А он говорит, а вот эти палочки, вонялочки ты туда положил? Я говорю, а что вы так? Вы же все курите. Что вам так нравятся? О, ты ничего не знаешь, оказывается, о нашей жизни. Я говорю, ну, поделись, что там такое у вас, какие у вас там сложности. Да у нас здесь, говорит, бомжатник вообще. Это Арбат, там бомжей столько. И мы их приводим. А от них там такое несет. И они в отделении все это, все отделение, как туалет. И мы, говорит, только этими палочками спасаемся. Ты нам можешь торты не приносить, ты палочки нам приноси. И мы их услышали. И поэтому я везу из Вриндауна. Мы летаем дорогими рельсами аэрофлота, чтобы 50 килограмм привозить этих палочек. И мы раздаем эти палочки на все праздники. Прохожим там. Копейки стоят, как бы, да. Мы тратим на это деньги. Люди с удовольствием принимают. Скромный подарочек, там палочка какая-то, ну, такая блестящая такая упаковочка. Там четыре палочки, как бы, да. Ну, вы их предложили, конечно. Ну, им не обязательно говорить. Ну, им это приятно. Копейки стоят, как бы, ну, приятно. Это же, ой, необычно, а как вообще? Это же индийская. И все, и у нас сразу начинаются отношения. Не надо там приходить к ним, там что-то проповедовать, там, душа. Если они будут восхищены, и вы будете им интересны, они сами найдут. Можно им книги в какой-то раз там положить. Мы положили туда вот эти диски для детей, для их, да, вот этот Кришна, Кришна во Вариндауне. И мы сразу почувствовали, что они очень, как бы, им очень понравилось. Их детям понравилось, понимаешь? Вот они там целый вечер, как бы, сидели и не беспокоили никого, смотрели этот мультфильм. Это же так для родителей вообще, так нектарно. Ребенок занят чем-то, да, смотрит мультфильм. Причем мультфильм-то, он действительно хороший, ничего дурному не учит. Вот они очень благодарны. Мы туда влаживали диски с лекциями Турсунова. У всех проблемы в семье, у всех. И мы почувствовали, ну, как бы, что вот они, ну, как бы, благодарность испытывают, что там есть хорошие подсказки. Они не знают, как вопросы эти решать, семейные. А Турсунов им рассказал. По психологии мы давали, вот, психология 3000, да. Тоже они слушают все это. Книги тоже им вложили там. Багават-гиты однажды им подарили прям подарочный набор. У нас один бизнесмен, он, как бы, с парфюмерией связан. И он нам иногда выделял пену для бритья, да. Вот просто нам делал пожертвования, мы туда вкладывали. Делали какие-то подарки на Новый год и так далее. И все, больше не надо, не надо им проповедовать. Ну, можно, допустим, там, сказать, что у нас есть общее дело, если хотите. Вот, ну, мы можем пригласить таких вот людей, которые могли вам там прочитать интересные лекции по здоровому образу жизни. Не надо из них делать, там, кришнаитов. Если они захотят, они сами это сделают. Ну, я думаю, ответил. Да, спасибо вам большое. Спасибо Андрею за вопрос. Следующий вопрос задает Олег Тюринков. Он пишет, Харе Кришна, может, стоит отказаться от звукоусилительной аппаратуры, ну, чтобы не беспокоить, как я понимаю, отдельных граждан? Какова необходимость? Как лучше? Я не знаю, это уже в вашей сфере вы, как творческий человек, но если вы так красиво поете, если вы оперный певец, может, вам и не надо действительно аппаратура никакой. Я не знаю просто. Если я, допустим, с аппаратурой, но аппаратуру можно так отстроить, как бы, да, что она будет очень красиво звучать. Поэтому просто человек должен быть звукорежиссером. Квалифицированным человеком, который знает, как отстроить звук, чтобы он был приятно, ложился на ухо. Если человек ничего не знает, громкость как врубил, там, низких убрал, высокие поставил, там, зудит, свистит все, как бы, и уж у людей там перепонки лопаются, как бы, да. Вот так, если вы не умеете пользоваться аппаратурой, то, может, действительно, лучше вам и отказаться от нее. Но если вы умеете пользоваться, это принесет благо. Что ж, спасибо. Да, по поводу с полицией, просто благодарите их. Благодарите их. Просто даже если вы придете, поблагодарите, как бы, да, это уже будет. Когда вы раздаете, когда девушки раздают шарики, можно им говорить, что полиции, можно вот прям подбегать к ним и прям шарики давать, они откажутся, но им это приятно. Вы даете, они отказываются, но, как бы, им это приятно. Понимаете? Не думайте, что если они отказываются, значит, вот, не надо больше предлагать. Каждый раз, когда вы их видите, первым делом, пускай девушка бежит и предлагает им шарики. Они откажутся, и на следующий день вы опять им предлагаете. И опять, и всегда. И они будут чувствовать вот такую, как бы, любовь, желание, как бы, сделать что-то им приятное. Но они, как по долгу службы, они этого не могут делать. Брать там, есть. А некоторые прям, где отношения хорошие, да, они прям там на улице прям едят. Где отношения уже налажены, они не боятся как бы этого. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задает Михаил Тимченко. Он пишет, можно ли петь баджины нахренами? Если вы устраиваете такой мини-фестиваль, да, стационарный, ну, конечно, просто стационарный где-то на одном месте быть, ну, вам без разрешения, конечно, это будет сложно сделать. Обычно мы, нам не дают разрешения, но мы просто идем. Мы где-то постояли там 15-20 минут. В основном мы удовлетворяемся Харе Кришне Махамантрой. Вот. Но если вы устраиваете какой-то фестиваль, мини-фестиваль, там у вас танцы будут, у вас может какая-то постановка будет, там можно и баджины спеть. Ну, просто людям это непонятно. А Харе Кришне это очень действенная такая мантра. Поэтому Харинамы это в основном воспевание Харе Кришне Махамантры. Можно там и то, и другое делать, но, то есть я как-то, вот мы, мы в Москве особенно сильно на эти вещи не делаем упора. Я пытался там что-то петь из Агент 108, но вижу, что когда мы поем Харе Кришне, это вызывает восторгу гораздо больше, чем просто какие-то песни. Это больше для праздников и фестивалей, баджины, что-то такое для аудитории уже понимающей, да? Простым людям это сложно понять. Но если вы красиво сделаете, у вас фестивальчик небольшой, ну, пожалуйста, делайте, не против. Что ж, спасибо. Вот Михаил, он задает еще один вопрос. Какие условия распространения просада на Харинаме? Нужно ли что-то отдельно как-то оформлять или вообще вызывает ли беспокойство это какое-то, может быть, распространение просадов, сладких шариков? Если у вас отношений нету и о вас думают как о сектантах, вас за распространение шариков могут оштрафовать. Поэтому если вы не работаете с администрацией, с полицией, если вы не налаживаете этих взаимоотношений долгосрочных, этому придется, я уже говорил, как бы, да, может быть, 5 или 10 лет даже придется потратить на это, чтобы очень нежно, аккуратно, как бы, да, дать понять, что нам можно доверять. Если таких отношений вы не выстраиваете сегодня, через 5 лет, как бы, да, вот никаких улучшений не будет. Не думайте, что что-то улучшится. Если вы официально делаете, вы не имеете права распространять там ничего. Ну, то есть вам будут запрещать. Если вы будете идти наперекор, как бы, их запретам, ну, будете наказаны. Вот. Но мы, в общем-то, и разрешение не берем, просто танцуем, поем, просто раздаем шарики. Никто к нам, вот, за все 15 лет в Москве никто там вопросы не задал, что вы тут раздаете. Просто все доверяют нормально, как бы, мы же их 15 лет знаем, там, представляете, там, полиция это была, они еще пацанами там бегали по Арбату, как бы, да, а теперь они полицейские, там, эти шарики жевали, ели эти шарики. Уже вся Москва, она уже, мы еще посчитали, там, сколько, практически вся Москва уже эти шарики ела. Да, спасибо. Ну, если вы официально делаете, скорее, вам не будут разрешать, вам будут требовать, там, сертификат это и так далее. Если вы не официально, именно на доверительных взаимоотношениях, то, ну, кто вас что будет требовать? Никто ничего не будет требовать. Вас как бы и нету. Если на документах вас нету, значит, вас там как бы и нету. Что там от вас требуют? А если на документе, это уже, извините. Если вы подали документы, а вас уже все православные знают, они уже у вас там приезжают, фотографируют, знают, в каком месте, в каком, там, что вы делаете. И они приедут, и начнется конфликтная ситуация. Скажут, а, вот они шарики распространяют. Они знают. В администрации пришла бумага, как бы, да. И там уже люди знают, что вот тут кришнаиты, они вот какое-то тут пытаются совершить действие. Приедут туда, будут снимать, будут там палки в колеса вставлять. И полиции это не очень нравится. И администрации это тоже не нравится. Зачем это нам? Поэтому они не любят кришнаитов, которые подают. Ну, в разных городах по-разному. То есть, я не говорю обо всех. Официально, то вряд ли, наверное, вам удастся. А если неофициально, то можно раздавать. Спасибо. Вот как раз вопрос из города Иваново. Представились как преданные из Иваново. Скажите, пожалуйста, а для лидеров Харинам, есть ли какие-то интерактивные регулярные встречи, где можно общаться, поддерживать вдохновение, делиться успехами, опытом, обсуждать проблемные ситуации? Ну, чаще всего в городах там вот одна Харинама, одна группа Харинавы. Вот. В Москве мы здесь немножко пошли по другому пути. И мы отказались от идеи делать какую-то одну большую Харинаму, потому что это сразу приносит беспокойство. То есть, мы отказались от этой идеи, потому что полиция приходит в беспокойство. Сто человек собралось в одном месте. То есть, что это такое? Это что? Там революция или что? Ну, то есть, и мы решили делать небольшие Харинамы группы. Там 30-40 человек максимум. Вот. Но мы планируем сделать 45 групп Харинам в разных местах, так, чтобы святое имя, оно просто звучало, но, ну, как бы звучало так, чтобы вот на местах это было слышно, но чтобы это не было вот чем-то таким слишком пугающим и большим. И у нас, естественно, конечно же, с лидерами групп Харинам сейчас около пяти, там зимой 5-6 групп действуют, да. И у нас, мы сейчас создали Центр развития Харинамы в Москве, который координирует деятельность всех групп, как бы, да, ну, обучает их, как бы, это обучающая такая программа, где мы лидеров групп обучаем и проводим эти семинары. И мы сейчас создали, для того, чтобы помогать также преданным со всего СНГ и, может быть, даже из других стран, мы создали этот Центр развития Харинамы и YouTube-канал Центр развития Харинамы, он так и называется. Центр развития Харинамы. И там мы планируем, ну, он буквально действует сейчас неделю, только неделю действует он, но уже действует, там лекции идут. Вот. И мы планируем там делать вот такие семинары, вебинары, да, вот, ну, как-то вот такие вот образовательные такие программы для широкой аудитории, чтобы действительно была какая-то санга лидеров групп Харинам, которые проводят там в других городах и так далее, чтобы мы могли поделиться опытом. Мы это планируем, и я думаю, в течение полугода что-то такое начнет на регулярной основе действовать. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на этот канал, вот там мы будем эти темы поднимать. Ну, потом я регулярно выкладываю какие-то, какую-то информацию по этой теме на своих страничках в Фейсбуке, Кришнадас Кавирадж даст меня там звать, и также на ВКонтакте тоже регулярные какие-то. Есть группа ВКонтакте, так она и называется, Центр развития Харинамы. Можете добавляться туда, и там все то, что будет по образованию проходить, оно будет там. В Ютубе можете набрать семинары по развитию Харинамы. Тоже там моя страничка есть, беззаботно Фьюри. Не знаю, сможете ли вы найти, но если сможете найти, то там есть ссылочки на эти семинары. Там есть семинары все эти, которые мы делали на Садху Санге. Ну, планируем, планируем, да. Вот эти журналы тоже можете приобретать и каким-то образом. У нас это проходит, то есть у нас каждую субботу, через воскресенье у нас проходит встреча лидеров групп Харинам. Сейчас уже создался совет, совет Центра развития Харинамы, то есть выделились пять основных таких вот, ну, как бы, личностей групп Харинам, лидеров групп Харинам, которые берут ответственность. Мы создаем определенные правила, как бы, да, поведения здесь, определенный уже опыт есть, и мы как-то вот оформляем уже так, чтобы будущим лидерам групп Харинам было понятно, что надо делать, что не надо делать, и к чему, какие результаты могут приводить. Там одна группа что-то сделала не так, да, но мне, как руководителю, звонят из отделения и начинают задавать вопросы. То есть, ну, надо, как бы, понимать, что каждый, кто что-то делает, как бы, да, он может, как бы, испортить репутацию нашего общества. Если что-то делается не так, то репутация нашего общества портится, и лидеры, как бы, да, нашего общества, они страдают. Ну, страдают в том плане, что к ним предъявляются претензии. Поэтому мы, когда делаем Харинам, мы должны иметь в виду старших вайшнавов, лидеров нашей Ятры, как сделать так, чтобы они были довольны, как бы, да, чтобы вот им администрация послала письмо и сказала, спасибо вам большое, вы делаете очень большие, хорошие праздники. Вот так надо делать. Надо всегда иметь в виду, что наши какие-то киксы на улицах, как бы, они будут отражаться на лидерах нашего общества. Мы должны их береть, защищать, служить им. Это означает. Спасибо. Спасибо преданным из города Иваново, которые беспокоятся и задали такой интересный вопрос. Следующий вопрос от Сергея. Он пишет. Харе Кришна, Кришна Даска, Вирадж Прабу. А если с полицией нормальные отношения, но вот администрация не разрешает проводить Харинамы, ну, предварительно РПЦ, если давить на администрацию, то какие возможные шаги по улучшению этой ситуации? Ну, у нас в Москве вот такая изначальная ситуация была. Вот с 2000 года я здесь, здесь вот так изначально нам не разрешают. Ну, ничего, мы проводим, продолжаем проводить, развивая отношения с полицией. Мы гуляем. Мы по Арбату гуляем, просто гуляем, идем гуляем. Ну, вот мы не курим, не пьем, но мы гуляем, вот воспевая. Любим песни петь. Или у нас свадьба. Ну, просто, а что, свадьба, вот жених, вот невеста. Ну, так, в шутку, когда. Просто гуляем, идем, все, поем. Раз спели, два спели, ну, что, ребята ходят, гуляют, нормально все. Ясно. Спасибо. Спасибо вам, Сергей. Ну, если у вас хорошие отношения, ну, кто будет вас забирать в полицию, кто будет на вас там доносы какие-то писать, какие-то заявления в суд. Если вы там, ну, какие-то нужные, интересные люди. Если вы не просто там, а вот, ну, что-то еще и делаете такого приятного, как бы, да, для них. Сделайте так, вот подумайте, как сделать так, чтобы они вот думали о вас. Вас нету, как бы, да, сегодня. Они думают, а почему они сегодня не пришли? Почему они не пришли? Ну-ка, давай им позвоним там. Вы почему не пришли сегодня? Вот что надо сделать? Это вам, как творческой личности, вот такая задача. Что надо сделать, чтобы они вам звонили и говорили, а почему вас сегодня не было? Вот что надо сделать? Решите. Это не трудная задача вообще. Просто давайте людьми станем. Давайте, по крайней мере, людьми нормальными станем. Просто поблагодарите, скажите им спасибо за их служение. Это уже будет большой подарок. Спасибо за ответ. Вот, конечно, татский раз, шпарбов. В начале нашего эфира вы упомянули о том, что лидером Харинамы должен становиться человек уровня Мадья Мадхикари. Но в то же время хочется, чтобы это воспевание на улицах городов, оно расширялось. Но найти достаточного количества Мадья Мадхикари, может быть, не всегда удастся. Как выходить в таких ситуациях из дела? Как находить новых людей для Харинамы? В каких случаях человек, который, может быть, не обладает пока очень возвышенным опытом, очень возвышенным качеством и опытом, в каких случаях он может сам начать превратить Харинамы? Ну, мы сейчас говорим о качествах лидера Харинамы. И да, человек действительно, он может быть не квалифицирован пока, но если он принимает руководство, и не просто сам делает, а он делает то, что его попросили, ему поручили, как бы это служение, и он склонен обучаться, такого человеку можно доверить. Из него со временем, если он будет стабильно это делать, смиренно, исполняя это как служение, то, наверное, ну, я думаю, скоро, как бы, да, он станет квалифицированным. Желательно, конечно, чтобы это был Матхья Матхикари. Но когда я начинал организовать Харинамы, я не понимал, как бы, еще ни полицию, никого, ни людей, которые там находятся. Но позже я стал понимать эти вещи. Нормально. Если руководство, как бы, вас попросило этим заниматься, пожалуйста, занимайтесь, ну, вот, обучайтесь, да, прислушивайтесь мнениям, не будьте просто, вот, самостоятельными, ну, как бы, в таком, в негативном смысле. То есть думайте о репутации нашего общества, думайте о репутации старших ваишнавов, думайте о репутации тех людей, которые... А той же полиции тоже надо о репутации заботиться об их. Понимаете? О администрации. Вот я и говорю, делайте это так, чтобы они гордились вами. Спасибо. Этому можно научиться. То есть Матхья 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 Мами становятся, как бы, мужчинами не рождаются, мужчинами становятся, говорят, да. Женщиной просто, ей не надо ничего, она просто рождается, как бы, да, и у нее уже все есть у нее, как бы, все знания, все необходимые там качества, все, ей только просто оставаться женщине надо. А мужчина нет. Мужчина должен трудиться для того, чтобы эти качества уважаемого человека в себе возрастить. Спасибо вам большое, Кришнадовский Ирад Шпарвул. Похоже, время нашего эфира подходит к концу, и на основные вопросы, которые сегодня были, мы ответили. Спасибо вам, что нашли время, чтобы приехать к нам, провести этот эфир, пообщаться с нами. Спасибо вам большое, дорогие зрители, за то, что вы посетили наш вебинар, выделили для этого свое время. Отдельная благодарность нашей команде операторов и вебинаров золотого века, это Кришна Чайтанья Прабу и Мудхура Нанда Прабу. А мы встретимся с вами через неделю. Пожалуйста, следите за нашими анонсами ВКонтакте, на сайте, и будьте в курсе наших событий. Всего вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!